Абсолютно все знают, что спидранеры — это сверхлюди. Они не просто проходят игры, они делают их своими рабынями, над которыми могут всячески издеваться, и делать так, что колоссальный труд геймдизайнеров, художников и программистов просто сливается в трубу. Разработчики создали огромную игру, полную приключений и геймплея, а спидранер уже забрался под текстуры с помощью камня и убил финального босса, врезавшись с него спиной. И на это у него ушла пятая доля секунды. Отличная работа, разработчики! В следующий раз спидранеры найдут способ пройти игру уже при запуске вашего логотипа, а потом будут соревноваться, кто сделает это на миллисекунду быстрее. Потому что спидранеры — они такие. Им не интересно просто пройти игру. Им даже все равно, насколько эта игра плохая или хорошая. Главное — добежать до конца максимально быстро и максимально эффективно. И выглядит это дико интересно. То, как они проходят игры, особенно знакомые тебе лично, частенько заставляет глаза вылазить из орбит. И даже представить сложно, сколько попыток и времени уходит у спидранеров только ради того, чтобы заучить все вероятности движения и маршруты на одном уровне, или даже на одном маленьком отрезке. Это вызывает дикое уважение. Ведь иногда, чтобы понять, как пройти игру быстрее, спидранеру нужно разобрать ее буквально на пикселе, а потом другие спидранеры разбирают этот разбор. Это невероятно трудоемкий процесс, задействующий десятки спидранеров, несколько лет поисков и сотни часов тренировок. И не так давно я наткнулся на одну историю, которая ярко описывает тяжелую жизнь спидранеров. Про то, как один простой уровень Super Mario Bros. стал для спидранеров самым ненавистным, сложным и больным за всю историю. И это уровень 4.2. Чтобы рассказать вам про уровень из Марио, давайте-ка я начну с Дума. Неожиданно? Не совсем. Дум – это как большой любовский от мира видеоигр. Первая легендарная игра эпохи интернета. Этому способствовало множество факторов. Распространение шароварной версии по сети, как и Wolfenstein 3D, наличие мультиплеера и, самое важное, возможность добавлять свои модификации. Все это закультивировало вокруг Doom огромное комьюнити, которое, по сути, игру и распространяло, и пиарило, и обсуждало на каждом углу. Обычные сходки в мультиплеере быстро превратились в локальные соревнования, а там, где есть соревнования, начинают появляться профессионалы. И вот как раз они, заучив игру вдоль и поперек, случайно изобрели еще не существующий жанр – спидраны. Конечно, спидранами это было назвать сложно. Все-таки игроки больше хотели показать самый ураганный и филигранный геймплей, но основы были заложены. Игроки делились друг с другом советами, тактиками, экранками со своими методами прохождения и создавали свой сленг. Короче, там быстро образовалась своя атмосфера. Локальная тусовка думеров-спидранеров, обитающая на новостных сайтах, заметно расширилась с выходом Quake и ее возможностью записывать видеоролики. Quake Videos, или как их потом начнут называть «машинимы», превратились в настоящее видеоигровое кино и начали развиваться в своем направлении. Но для спидранеров это была невероятно доступная возможность показать всему миру, на что они способны. Комьюнити спидранеров росло безумными темпами, и в 1999 году для них случилось одно из самых знаковых событий. Энди Кэмплинг выпустил для Doom модификацию, которая позволяла записывать деморолики с замедлением. Это не совсем те ролики, как тот, что вы смотрите сейчас. Деморолики — это записанный самой игрой процесс. Например, когда в гоночных симуляторах вам показывают, как вы проехали заезд, это деморолик, созданный и просчитанный самой игрой. И деморолики с замедлениями в Doom позволяли не только создавать более пафосные работы, но еще и подробно разглядывать то, как именно спидранер проходит тот или иной момент. Модификацию, которую назвали Tool Assistant Speedrun, или сокращенно TAS, начали всячески совершенствовать, что в итоге привело к тому, что пользователи могли указывать игре, в какой момент какую кнопку нажимать, и смотреть, как игра их использует. Это помогало быстро находить и проверять комбинации клавиш для достижения нужного результата. А с появлением первых эмуляторов приставок TAS появился и там. А потом всё взорвалось. В 2003 году японец под ником Marimoto показал интернету своё прохождение Super Mario Bros. 3, который он побил за абсурдные 11 минут 3 секунды. Это был тот самый спидран, к которым мы привыкли. Безумный, быстрый, выверенный, выносящий мозги всякому, кто его увидел. Абсурдные методы, скорость, реакции и неизвестные доселе трюки Marimoto заставили голосить и восхищаться всё комьюнити спидранеров. То, что вытворял этот японец, выходило за пределы человеческих возможностей. И Marimoto заподозрили в нечестной игре. И оказались правы. Marimoto записал своё прохождение с помощью эмулятора и заставлял компьютер использовать те комбинации клавиш, которые человек не способен был прожать. Это был гимн машинным возможностям. И это был феномен. Прохождение Marimoto, пусть и с помощью компьютера, было столь эффектным, что начали появляться целые сайты с машинными прохождениями NES-классики. И понятное дело, что человечество захотело делать подобное самолично. Руками. Тем более, машины очень здорово помогали создавать оптимальные тактики. Ждать пришлось недолго. И одним из первых громких спидранов был, конечно, по Super Mario Bros. Первый официальный рекорд по прохождению Super Mario Bros. установил Скотт Кэсслер в 2004 году. Для того времени это был почти безупречный аккуратный забег, выполненный человеком. Точный, выверенный, без излишеств. Можно сказать, неубиваемая классика среди спидранов. Кэсслер умудрился пройти Марио за 5 минут 10 секунд. Поразительный результат. Особенно, когда многие игроки по всему миру за всю свою жизнь так и не смогли спасти принцессу от Боузера. Но был в этом спидране один момент, который заметят даже обычные игроки. Вот он. Хитбокс Марио во время прыжка сработал некорректно, и водопроводчик не сразу зацепился за стебель. И этот момент был на уровне 4-2. Согласитесь, что даже будучи максимально далеким от спидранов, у вас появится подозрение, что если бы не этот баг, то игру можно было бы пройти чуть быстрее. Не так ли? Именно. По сути, этот баг сделал так, что уровень, который не должен был вызывать вопросов, запустил череду исследований и мучений спидранеров на долгие годы. Через несколько месяцев рекорд Кэслера, конечно же, был побит. Тревор Сигуин пробежал Марио за 5 минут 7 секунд, на целых 3 секунды быстрее, а чуть позже за 5 минут 6 секунд. Он отшлифовал метод прохождения Кэслера до идеального состояния и избежал его многих невидимых для обывательского взгляда ошибок. Официально этот рекорд не могли побить больше двух лет. Неофициально? Это сделали довольно быстро. То, что Тревору удалось побить рекорд на колоссальные 3 секунды, побудило многих игроков забираться под капот Супер Марио Бразерс и искать методы, которые значительно ускорят прохождение. И сделать это намного сложнее, чем кажется. Ведь специфика спидранов по NES-овским играм такова, что с каждым новым установленным в них рекордом побить их становится все сложнее. Даже почти невозможно. Если посмотреть на таблицы рекордов того же Марио, то спор сейчас идет уже на тысячные секунды. Все потому, что сами игры с NES дают не самый большой простор для импровизации. Они намного проще и бесхитростней, чем современные игры, и найти методы, значительно ускоряющие прохождение в них, сложно. Но тогда, экспериментируя с ТАСом, игроки обнаружили на том самом уровне 4.2 пару занимательных деталей. Вот здесь компьютер смог заставить Марио сделать волклип и пройти сквозь блоки, а потом произошло самое интересное. Классический метод спидрана Кэслера подразумевал вызов стебля, который переносит Марио на небесный уровень и экономит кучу времени. Но пройдя сквозь блоки, Марио мог не подниматься по стеблю, запрыгнуть в трубу дальше по уровню и оказаться на том же небесном этапе, пропуская долгую анимацию карабканья по стеблю. Как это возможно? Оказывается, уровень 4.2 особенный. На других уровнях тоже есть объекты, переносящие Марио в другое место. Бонусную секцию, комнату с монетками или на другой уровень. Их называют зоной выхода. Но только в 4.2 эти зоны находятся близко друг к другу. Из-за технических особенностей игра может загрузить только одну такую зону за раз. Если вы активируете стебель, игра подгружает небесный уровень. Но стоит вам пробежать чуть дальше и прокрутить экран, игра удаляет из памяти стебель и подгружает комнату с монетками, которой ведет эта труба. Хитрость, которая позволяет через трубу попасть на небесный уровень, заключается в том, что Марио нужно подвинуть немного вперед. Экран начинает движение, когда Марио уходит на 112 пикселей от края. Это нерушимый закон игры. Настолько нерушимый, что если умудриться толкнуть Марио чуть дальше, игра все равно будет думать, что он все еще в 112 пикселях от края и не будет загружать комнату с монетками. Так как считает, что экран прокрутился недостаточно. Что может толкнуть Марио вперед? Тот самый волклип с проходом между блоками. Блоки как бы начинают вытеснять Марио из себя, но поскольку он уже проник внутрь, его вытесняет не назад, а вперед. Проблема в том, что человеческими руками сделать этот трюк считалось невозможным. Нужно было почти одновременно прожать влево и вправо под прямым углом и прыгнуть в нужный момент, чтобы пробраться сквозь блоки. Но сам факт, что Марио можно подвинуть, заставил спидранеров искать аналог волклипа. Несколько лет спидранеры ломали голову, как это сделать. Были придуманы новые тактики, найдены новые гличи, методы прохождения, но все они были несовершенны. Так как все знали, что можно толкнуть Марио вперед и сэкономить кучу времени. Но сделать волклип ни у кого не получалось, а аналог ему так никто и не нашел. Но в 2007 это случилось. Эндрю Джи поделился с общественностью своим методом, который разрабатывал несколько лет. Метод называется Backward Bumps. В чем его суть? Спидранеру нужно прыгнуть спиной вперед, удариться об стену и развернуться продолжая движение. С помощью специального эмулятора можно заметить, что этот метод толкает Марио от 7 до 10 пикселей вперед. Ощутимо. Но чтобы переход на небесный уровень через трубу не исчез, нужно сдвинуть Марио на 20 и больше пикселей. Поэтому спустя еще несколько лет, в 2011, Эндрю разработал связку из трех Backward Bumps, которые толкали Марио на достаточную дистанцию. Метод, конечно, был не идеальный. Если вы толкнули Марио на 20 пикселей вперед, то вам нужно приземлиться точно на первый пиксель трубы, а если на 21, то на первый или второй. Иначе магия не сработает. Это даже звучит сложно. Ладно уже научиться скользить спиной по объектам, но приземляться на конкретные пиксели кажется безумным. Но этот метод был возможен для человечества и обрел популярность. Самый быстрый метод прохождения 4.2 был найден. Но нашлись и критики этого способа. Еще один знаменитый спидранер Дарбиан рассказал, что в прохождениях с методом трех бамсов теряется 0.35 секунды. Казалось бы, ну и что? Но когда борьба идет на тысячные секунды, 0.35 – это невероятно много. Почему же они теряются? Оказывается, Дарбиан вывел правила 21 кадра. Супер Марио Бразерс проверяет, закончил ли игрок уровень каждый 21 кадр. И если да, то переносит его на другой. Дарбиан сравнил это с расписанием автобусов. Если вы успели закончить уровень 21 кадр, то игра тут же перенесет вас на следующий. Если вы попали на первый кадр, то вам придется ждать еще 20 кадров или 0.35 секунды. То есть, когда, казалось бы, несколько лет мучений, бесконечных ресетов, поисков, ошибок и тренировок наконец-то закончились и был найден оптимальный путь для прохождения 4.2, он оказался неоптимальным. У Эндрю Джи и его коллег ушло еще несколько месяцев, чтобы превратить тройной бамс в двойной, который толкал бы Марио ровно на 20 пикселей. Казалось бы, прогресс, но этот метод стал еще более сложным и даже содержал в себе элемент удачи. Сделали чуть-чуть неправильно, и Марио сдвинется на 19 пикселей, которых недостаточно. А если вы прыгнули чуть ближе или чуть дальше первого пикселя трубы, то вы либо не попадете в нее, либо спуститесь в комнату с монетами. И это все только ради того, чтобы успеть на автобус. Метод не прижился. На соревнованиях, где проходили Марио, 4.2 ненавидели. Он был до глупости сложен. И даже Эндрю Джи с его двумя бамсами зачастую проигрывал людям, которые находили на других уровнях более легкие в исполнении методы, компенсирующие разницу во времени, потерянную на 4.2 и успевающие на автобус. Смысла дальше разбирать уровень 4.2 не было. Хоть ощущение того, что его можно было пройти быстрее оставалось, никто не хотел за него браться. Три бэквард бамса справлялись со своей задачей, и этого было достаточно. Все-таки и 4.2 не единственный уровень, где можно придумать более быстрой тактики. Так все считали. Пока из прошлого не постучали. Еще в 2011 году спидранер Вирвинделл показал демку того, как Марио мог волклипнуть блок с вопросиком, тем самым продвинуться чуть вперед. Но, во-первых, такой волклип считался невозможным. Во-вторых, Марио сдвигался недостаточно, чтобы попасть на небесный уровень по трубе. И, в-третьих, даже сочетанием с бэквард бамсом спидранеры не успевали бы на автобус. Поэтому на этот способ, конечно, забили. Но в 2016 году Эндрю Джи, либо решив вспомнить этот метод, либо совершенно случайно, открыл для себя пару вещей. Во-первых, он сделал волклип, и понял, что нажимать одновременно вперед и назад не нужно. То есть, несмотря на общепризнанное мнение, которое держалось больше 10 лет, этот волклип-метод человек все-таки мог воспроизвести. Взрыв мозга. Во-вторых, если в этом моменте сделать бэквард бамс немного раньше, а потом использовать волклип, есть приличная вероятность, что вы наберете дополнительные 20 пикселей от края. Взрыв мозга 2. Но подождите, 12 лет назад компьютер выполнил волклип в этом месте, который теперь человек мог совершить. Взрыв мозга 3. Ушел еще примерно год, чтобы все это осознать и натренироваться. И в 2017 году Эндрю Джи зашел за блоки. Теперь всего хватало и везде все успевали. Самый быстрый метод прохождения 4.2 наконец-таки был найден. Или не совсем. Через несколько месяцев спидранер 4.2. Фэнти Блейзет сделал волклип выше привычного места и попал не просто в пиксели, а в суп-пиксели. Пиксели в пикселях, которые призваны сглаживать картинку, или как-то так. Я даже посмотрел туториалы по саппикселям и не до конца понял, что это такое. На них обычно забивают, поскольку они сложны в освоении и их трудно использовать. Но метод Блейзета обладал большим преимуществом. Вы прыгаете в конкретно эти блоки, несколько раз прыгаете внутри и чудеса! Марио уже подвинулся больше, чем на 20 пикселей. Дальше спидранеру остается максимально комфортно и быстро добраться до трубы. Поначалу этот способ вызывал скепсис и недоверие, но когда несколько спидранеров показали, как они используют метод Блейзета, он быстро стал каноничным. И именно он позволил многим спидранерам пройти Марио на несколько секунд быстрее. Эндрю Джи, Дарбиан и многие другие смогли улучшить свои результаты на несколько секунд. А затем все снова стало на свои места. Кто-то пробежал быстрее Дарбиана и Эндрю Джи на несколько сотых секунд. Год назад Космик Ди умудрился пробежать Марио на целую секунду быстрее, чем все остальные, за 4.55. А сегодня есть два человека, которые уже побили Космика на несколько сотых секунд. Представляете, с 2004 года и по 2017 спидранеры искали способ победить уровень 4.2. Сколько терпения и труда было положено, чтобы найти решение, чтобы достигнуть тех пределов человеческих возможностей, которые считались недоступными. Потратить несколько лет ради нескольких секунд. Звучит абсурдно и дико, но в этом и суть спидрана. Сделать то, что кажется невозможным. Огромное спасибо каналу Саммонинг Солт, который навел меня на эту историю. А вам спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Может быть расскажу еще несколько забористых штук про спидраны или покажу самые интересные из них. А если хотите ознакомиться со спидранами поближе и глянуть разборы, то можете заскочить на Стопгейм к Флину или на канал Карми Кааля. Они прекрасно разбирают спидраны и шарят в этом больше, чем я. Ну и заходите на мой канал, конечно, если хотите услышать больше историй, разборов игровой индустрии, обзоров и многого-многого другого, связанного с тем, что мы так любим – видеоиграми. А чтобы все это не пропустить, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки и сделать репосты. Чем их больше, тем чаще видео. А у меня на этом все. Пис вам, люди. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok